всем привет мой тур по отелям паттай продолжается я забронировал еще вот на пару дней себе отельчик вот такой вот очень милый с овцами повсюду у них эти овцы видно что он был построен давно но они совсем недавно сделали реванновацию и вот они благодарят что я выбрал и они надеются что я буду здесь наслаждаться проживанием весьма весьма прям такой неплохой отельчик 700 бат всего лишь стоит ночь там есть бассейн но он правда в тени как всегда и вот здесь напротив тоже окна но друзья 700 бат это даже выгоднее чем помесячно снимать и у меня здесь каждый день убираются у меня здесь холодильники и все электричество все все в эту стоимость включена интернет и витекла классно как они сделали они поставили пустые бутылки чай есть и в коридоре есть большой бойлер вы можете набрать сколько угодно вы не загрязняете пластиком атмосферу и берете сколько вам нужно хотите не сколько они взяли хотите возьмете 5 литров и это очень круто на самом деле вот так он называется кокотел он находится тоже здесь в центре и вот это японские иероглифы это говорит о том что здесь японцы отдыхают так вот всякие разные брекфасты есть лаундри есть ну и видите как вот всегда вазе у них все вот так вот по линеечке аккуратненько здесь тоже вот они любят это все вот так вот ровненько ложечки все вот так вот все 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 чисто красиво азиаты здесь еще четыре подушки должно мне не было четырех подушек и вот они пишут что если вы хотите поменять постельное белье нужно это оставить вот так вот на кровати придор тоже вот такой вот уютный все с этими овцами тут такие типа балкончики ну классно молодцы мне нравится за 700 бат 700 бат это 10 тысяч деньги 20 долларов но в алматы за 10 тысяч деньги это будет просто хостел какой-нибудь стоить его я не перестаю удивляться как они вот этого всего добиваются вот это все купить все светильники все вот это постельное белье все вот это организовать и потом за 20 долларов вставать в аренду заселили в 12 точно два часа раньше и не попросили никакой security deposit как это обычно любят делать в таиланде поэтому это говорит о уровне отеля я у них здесь еще есть сушилка вот такая алюминиевая очень удобно и два зонтика это обычно вот такие чиндалы бывают только прям очень крутых отелях особенно зонтики поэтому молодцы здесь прям с этим отелем написано что это типа не ошибка и полтора миллиона бат стоит трехкомнатная квартира и студия миллион всего лишь стоит а цены на аренду стоят от 15 тысяч я не знаю это в этом здании urban возможно даже это вот в этом здании такие цены или это просто агентство здесь и вот они рекламируют такие цены друзья очередной мой отель в таиланде я уже не знаю даже как он по счету я там прошел три дня две ночи в том отеле который я вам показал этот отель конда он старенький кухонная зона здесь тоже холодильник туалет все такое старенькая но плюс вот таких вот отелей стареньких они как бы за ними следят все ухаживают но большой плюс таких отелей вода есть кофе все чай в том что они большие это вот студия квартира студия вот как вот вы покупаете как вам рекламируют риэлторы высокие потолки вот примерно они так выглядят но самый главный плюс этого отеля или конда я даже не знаю как назвать сушилка в том что здесь вот такой вот вид из окна и в том что он находится прямо вот на берегу напротив холи дэй ин напротив амари вот эти отели сейчас по 200 по 300 долларов за ночь просят сейчас здесь через пару дней будет проходить фестиваль фейерверков и некоторые люди за номера там за свои квартиры до 50 до 60 тысяч бат начинают просить за эти деньги можно на два месяца снять они только вот на пару дней такие деньги просят и все тоже есть ну вот это чья-то квартира либо это изначально подразумевалось что будет квартира и вот идет уже кому-то может быть продали или кто-то ее купил короче говоря тоже примерно по таким же деньгам и вот какое-то время прошло то есть вот она как бы вот в таком состоянии только из-за того что за ней ухаживают если бы за ними следили бы то конечно бы ну подушаталась бы она и по сравнению с вот этими домами очень красивыми которые сейчас строят здесь на каждом шагу она бы выглядела бы ну конечно мрачно но она и так как выглядит слабо но самый главный но самый главный плюс этого места это то что здесь вот так вот близко море это близко к морю вообще даже не жил наверное никогда в паттайе в центральной части и в том что она стоит 800 бат всего лишь здесь вообще вот такой вот лифт он правда не работает и он есть и это прям вот снаружи здесь еще бассейн есть прям снаружи здания можно видеть как он собственно есть и там пылесосят старым пылесосом вот бассейн сейчас туда спустимся я вам покажу я хочу подняться на самый верх на саму крышу вот видите птицы вот так вот какают и вот в таком состоянии может стоять квартира очень плохом ну конечно ведь открывается это я же южная такая центральная часть баттайи и очень хорошо приобидно набережных где я люблю гулять вообще в принципе ну если закрыть глаза на то что он старый то в принципе круто здесь я поднялся на 26 этаж и принципе здесь все вот тоже кто-то даже двери поменял вот так они по-моему выглядели раньше ну и собственно если у вас будет квартира где-то на таком этаже то вы наверно увидите что-то вот такое так вот можно на закат смотреть и когда будут взрывать фейерверки сюда тоже можно приехать и просто с балкончика посмотреть то есть вот этот вот вид не обязательно там переплачивать какие-то пешеные деньги тут очень много мест где можно подняться вот есть в хилтоне можно подняться можно в арборе подняться можно рядом с терминалом 21 подняться и на самом деле вообще много где можно подняться и собственно посмотрите закат и и фейерверки можно посмотреть под на северную часть вот такой вид холидеин и вот здесь собственно начинается вот этот центральный пляж вот а и тотель про который я говорил в терминале 21 туда тоже можно наверх на сам и подняться туда и там тоже смотровая площадка есть может быть мы с вами туда сходим еще ну и вот меркури меркур вот это все ниже здесь а восточная паттайяна практически вообще не застроена все в основном строится после моря любом уважающим себя комплексе есть бассейн обязательно вот так миксер прям заезжает на стройплощадку прям заливает сверху бетон без насоса есть спортзал в принципе но тренажерчики такие старенькие теннисный корт есть и вот собственно бассейн правило бассейна но здесь нет мягких штучек придется лежать на просто на деревяшках но возможно наверно это можно попросить полотенчики сегодня ветрено душ в принципе нормальный бассейн вообще за 800 бат это 20 долларов здесь вообще грех жаловаться мне больше удивляют люди которые купили себе когда-то квартиры и может быть там сдают их в аренду или там еще что-то с ними делают вот этот лист про который я говорил как они за 20 долларов окупают какие-то в рнб читал что только уборка собственно одна квартира или там одного номера стоит 600 бат а как мы здесь за 800 бат целимся я вообще даже не знаю смотрите какие здесь очаровательные закаты я должен вам признаться что я сколько здесь нахожусь уже две недели наверное может уже больше я все закаты проспал я просто спал после обеда и наверное теперь возьму за привычку вам каждый вечер снимать закаты с разных точек центральной паттайи и показывать как здесь круто все таки бывает отсюда друзья с 25 этажа прям вообще вид тоже такой огненный и солнце такое красивое и закат и вообще просто невероятная красота конечно то самое интересное что со всех зданий со всех ракурсов будет абсолютно разный вид и по-своему везде прекрасен а вот 5 это пол шестого уже солнышко уходит и шесть уже будет со шести уже темного информация по шоу это интернациональное шоу и малазийцы и китайцы много кто будет выступать фейерверками здесь великая иллюминация короче говоря 24 25 5 часов вечера старт и я подозреваю из-за этого многие отели и многие кто посуточно сдают квартиры и ну и так далее где можно пожить общие комнаты они взвинетели очень сильно цены некоторые отели или некоторые квартиры и вот за эти два две ночи просят там по 40 тысяч бат по 50 тысяч бат кто-то по 60 тысяч бат профит и собственно конечно же нет никакого в этом смысла потому что на месяц на два месяца можно снять в аренду квартиру за эти деньги по сути и вот только что я сейчас проходил это девушка с пакетами она раздавала еду здесь вот на набережной очень много собирается всяких разных людей кто поет милостыню просит там просто так люди ночуют и конечно же их местные жители просто приходят еду приносят подкармливают и конечно же здесь очень много девушек тоже которую ищут еду которые пришли поработать по сути сюда накратно показывал уже почти все настроили вот даже провода прокинули силовые для того чтобы запитать это все и вот это дитак а вот это а из и еще true есть здесь несколько операторов и вот они все притащили сюда джипы вот такие вездеходы внедорожники которые по всей видимости по всяким разным событиям ездят и увеличивают качество связи проходимость и вот уже здесь строят сцена по всей видимости здесь будет но готовятся они вот только одно разобрали джаз-фестиваль здесь был потом индийская была тоже фестиваль еда индийской и вот они одно разбирают потом приходят собирают другое и так далее здесь без работы по сути никто не остается у меня сегодня вот такая вот интересная находка для вас это квартира и вход в эту квартиру осуществляется либо по коду либо карточкой можно зайти получается здесь сразу холодильник встречает нас с морозильником большой очень чисто все квартиру только недавно начали сдавать по всей видимости вот такой вот карточка осуществляется дост вот такой замок и по всей видимости он с вайфаем еще соединенные получается хозяин знает когда вы сюда зашли и когда открыли когда закрыли и а полностью все здесь вся кухня с бокалами с чашками со сковородками совсем вообще что может понадобиться вам вы здесь можете готовить чайник целая куча кофе чая микроволновая печка есть здесь тоже химия бытовая все вообще все что только может понадобиться все в принципе есть а что здесь так здесь наверное вытяжка до вытяжка вот таким вот образом работает очень интересно все чисто все по европейски по азиатски аккуратно здесь большой шкаф санузел собственно только вот и и только-только начали сдавать здесь зубные щетки три штуки санузел и очень интересного такая душевая стекло тонированное но можно сделать я думаю чтобы она была прозрачная по желанию и получается там сразу кровать то есть все или сразу видно очень интересно ну очень компактно все просто невероятно компактно и я сам заселился взял ключ как это работает многие наверное знают берете ключ там в почтовом ящике или еще где-то секретном месте там через код осуществляется доступ то есть по сути контакта вообще никакого с хозяином квартиры нет это квартира это студия вот так вот отгорашивается кухня и все по сути по сути все то есть вот эта зона она как студия но она очень маленькая как я просто сейчас на широко угольный объектив снимаю она очень маленькая здесь квадратов 20-30 наверно вся квартира в общей сложности но по сути большего и не надо если вы кушаете где-то в кафе в ресторанах что по сути и происходит в большей степени где-то в азии в таиланде то по сути вам больше и не нужно площади вы пришли сюда поспали там телевизор посмотрели кстати она сказала что здесь высокоскоростной интернет я здесь в некоторых местах проверял скорость до 300 до 500 мегабит вот здесь по всей видимости какие-то технические техническая какая-то в общем канализация ли там еще может быть что-то вот такой стол я подозреваю что застройщик сдал уже эту квартиру вот в таком виде который мы сейчас видим возможно даже мебель было даже диван скорее всего был ну отделка то есть вот эти обои это прям сто процентов здесь было вот такой здесь ограждение потому что по всей видимости да это открывается короче говоря это открывается можно открыть и вид конечно же здесь слабоватенький окна тоже грязные но в принципе я мы сейчас пойдем на улицу я вам покажу здесь как вообще выглядит это все с крыши или с бассейна или со спортзала то есть здесь много зон в в которые люди могут получается иметь доступ если они здесь живут или снимают в аренду сейф есть но это конечно же это уже все хозяин сделал вот то что касается этого то есть много что сюда привезли то есть конечно же застройщик сдавал эту квартиру сдавал ну не в таком виде то есть люди купили эту квартиру для того чтобы делать здесь бизнес по сути а еще система пожаротушения есть вот это конечно круто что в каждой квартире уже застройщиком изначально это все предусмотрено если какое-то задымление или еще что-то сразу автоматически система сработает и ну как бы по сути начнет здесь тушить все это очень круто это прям супер круто в каждой комнате есть вот такая штучка которая будет тушить в случае возгорания вот это хэф или я не знаю мне кажется это все застройщик уже предоставлял возможно даже холодильник очень аккуратно все сделано четко все построено все прям на профессиональном вообще уровне вот это замок наверно то есть вот эта квартира я показываю для тех людей которые хотят купить недвижимость именно в таиланде то есть то что вы получите то что вы получите и как это вообще все будет выглядеть я думаю за вот эту квартиру хозяин заплатил около ста тысяч долларов и сейчас высокий сезон конец ноября то есть самое самое время когда приезжают сюда туристы когда много приезжают туристов я плачу за эту квартиру 3000 бат за за 2 за 2 ночи за 3 дня и это меньше ста долларов это примерно 80 долларов за два дня то есть такими темпами эта квартира будет не меньше 20 лет окупаться потому что я смотрел вчера позавчера она была пустая и если бы я сегодня не заехал бы и как бы завтра она бы скорее всего тоже была бы пустая так это что а вот это вот кстати парковочная штучка такая это дает вам право здесь парковаться бесплатно если у вас нет такой штучки вы будете платить ну достаточно много за парковку и поэтому конечно классно что здесь есть она и по сути человек то есть сможет припарковаться не во всех я думаю квартирах такая штучка есть все есть кроме стиральной машинки я честно говоря думал что будет стиральная машинка и я смогу постирать вещи но в принципе ничего страшного и так круто и так круто и ну вот собственно вот так это выглядит все то есть какой смысл покупать за 100 тысяч квартиру если вы можете приехать сегодня здесь пожить завтра еще где-то пожить и вы должны учитывать что существует еще дополнительная стоимость в виде уборки в виде каких-то коммунальных платежей в виде там еще чего-то и то есть одна только уборка через airbnb я смотрел просят просто убраться некоторые хозяины хозяева после того как вы выехали 600 бат то есть вот этот 3000 то что я заплатил из этих 3000 еще уйдет 600 бат на уборку потому что написано что убираться не нужно и и получается уборка включена в эту стоимость придет уборщица и ну соответственно проверит все и уберется потом ну такие мелочи как вода там кофе тоже каких-то денег стоит но в целом хозяин я думаю получает не так много как хотелось бы чтобы вы понимали квартира сдается полностью вплоть до того что даже здесь шторы висят и ну я так полагаю и просто человек приходит со своими вещами может быть он там покупает телевизор модем еще какие-то мелочи и остальное по сути здесь все есть конечно же кондиционеры это все устанавливается и в таиланде во всех отелях есть шторы которые могут просто темноту сделать и полностью по сути закрыть от солнца и чтобы жарко не было но вот это вот штучка вообще очень удобно то есть вы можете окно открыть и будет еще дополнительная защита чтобы ну по сути никто в окно не вывалился все круто слабенький вид я честно говоря думал одиннадцатый этаж думал вид будет получше но мы сейчас с вами пойдем повыше поднимемся и там все посмотрим а еще полотенце конечно же два комплекта полотенцев круто как они умудряются я не знаю делать деньги за сорок долларов за буквально двадцать тысяч тенге получить вот такое вот и это только начало сейчас мы с вами посмотрим я вам покажу все самое основное все классно но они почему-то не ну вот снаружи стекла и вот здесь вот люди или люди бросают мусор или это от строителей по оставалось и вот получается вот эта часть она прямо на море выходит в торец этого здания и можно посчитать сколько здесь собственно вот таких вот квартир получается раз два три четыре пять ну и наверно туда десять получается около двадцати квартир вот в одной вот такой вот в одном на одном этаже по сути не меньше двадцати квартир я думаю все этажи там разные планировки и возможно даже хозяин просто купил весь этаж или половина этажа или несколько квартир здесь и у него есть уборщицы которые выбираются и по сути следят здесь вообще за всем здесь что перемещение по всему зданию а это мусор мусор и несколько три пожарных лестницы конечно в этом плане здесь прям все очень четко продумано с этой стороны северная вот совсем рядом хилтон то есть чтобы вы понимали расположение здесь просто первоклассное очень хорошее расположение у этого здания и вот здесь рядом бейс чуть-чуть в глубине а я про него вам сейчас отдельно расскажу интересную очень историю это просто вообще нечто что здесь было вчера вот одиннадцатый этаж ну а и собственно вот можно посчитать здесь сколько их это все одинаковые одинаковая планировка типовая вот мы здесь находимся с вами и видно что где тоже находится очень удобно по сути все на три лифта здесь и чтобы выбрать этаж вы должны сначала приложить кнопку карточку и потом только вы сможете нажать на кнопку и очень скоростные лифты на тысячу килограмм каждый на 13 человек и закладывает уши насколько быстро он поднимается вот я сейчас поднялся на 31 этаж на самый верх просто невероятное какое-то ощущение вот сразу вы можете здесь видеть планировку этого этажа что здесь он ждет и здесь тоже написано что не оставлять открытую но она открытая не знаю в общем здесь сад такой красивый с цветочками лаунж музыка лежаки электрические комнаты обслуживающий персонал ну я вам должен отметить что прям вау действительно уровень прям такой интересный здесь где-то должен быть еще туалет по всей видимости да вот туалет мужской женский и душ душ здесь есть душ такой бассейн написано что нужно оставлять обувь здесь видимо перед тем как вы заходите в бассейн нужно разуваться здесь правило что нужно обязательно одевать одежду плавательную батуты всякие разные нельзя и здесь даже вода какой уровень веществ алкоголь нельзя собак нельзя ну просто невероятно крутое место я вам должен отметить то есть это не отель еще такие вот есть лежачки в которых можно просто вдвоем уединиться это не отель это квартира и вы сюда сможете попасть только либо через rnb или через букинг и если получается кто-то сдает в аренду просто конечно что-то невероятное за 40 долларов друзья крыша еще каскадами и еще плюс ко всему а посмотрите какой вид просто завораживающий еще один бассейн еще один бассейн и крыша так грамотно построена типа лесенками ступеньками и конечно здесь ветер дует и бассейны будут теплые потому что они на солнце находятся второй бассейн и вот еще второй бассейн тоже там оба они как бы инфинити и можете сами увидеть какой здесь вид открывается на полностью на всю Паттаю на центральную и на северную удивительное место мне нравится что здесь очень много зелени и просто какая-то идеальная чистота по-азиатски прям любят чтобы вы понимали в Европе где-то или где-то у нас в Алма-Ате такой будет отель стоить не 40 не 50 долларов а минимум 400-500 евро тем более в сезон сейчас сезон здесь в Таиланде начало сезона ну и вот спрашивается какой способ покупать эту квартиру друзья если вы можете в любой момент сюда приехать пожить здесь сколько вам угодно и насладиться этим всем и поехать в другое место вот здесь вот так у них прям сразу и получается вниз невероятное просто что-то вообще я даже не знаю как это сказать и посмотрите сколько застраивают сколько построили и сколько строят продолжают вот таких вот зданий здесь в Паттайе вот вам риэлторы говорят покупайте покупайте цена будет расти так эти здания здесь как грибы растут и одно лучше другого как как будет цена расти для меня вообще загадка если они строят а там в каждом здании пятьсот допустим квартир или я даже не знаю тысячу может квартир как за счет чего цена будет расти если они могут на одном кусочке вот сколько земли на одном кусочке такое здание построить и вот это все будет застраиваться вот эти по сути когда-то трущобы сломают и точно так же построят здание еще выше еще круче и ну объясните вот мне какой смысл это все покупать какой смысл в это вкладывать деньги если вы можете этим пользоваться сколько угодно и когда захотите здесь еще эти лежаки так грамотно рассчитаны так грамотно предусмотрены что люди друг другу не мешают когда здесь отдыхают когда здесь спят загорают как будто бы каждый в своем каком-то домике в своем каком-то помещении находится наверное конечно какой-то рай для инстаграмщиков потому что если вы сюда приедете вы здесь сможете просто миллион фотографий сделать во всех ракурсах и сложно наверное найти место в Паттайе чтобы оно было более лакшери более такое чтобы был вид хороший и ну чтобы было как бы все в комплексе за те деньги которые вы получаете так мы с вами идем дальше тем временем здесь есть вот это по моему камера или я не знаю что она делает везде нужно прикладывать карточку без карточки здесь по сути ничего не сможете сделать только передвижение по всему комплексу только с карточкой и да и везде камеры и очень чисто везде и очень спокойно 30 этаж вот я спустился чуть-чуть ниже тоже сразу же планировка здесь вот лифты здесь по моему есть даже чьи-то комнаты если я не ошибаюсь да здесь есть комнаты на 30 этаже и наверное туда можно попасть только если у вас карта есть фитнес социальная то есть комната где можно побыть просто и вот посмотрите вот был здесь base по всей видимости тоже вот эти вот квартиры построили их раньше или может быть одновременно и вот построили этот edge и он полностью вот этот base закрыл теперь смотрите вот здесь вот трущобы рано или поздно их все снесут сломают и прямо перед вот этим base и перед этим edge построят здесь тоже еще одно вот такое же здание вот так же окна в окна и возможно оно будет выше и скорее всего оно будет лучше и вот эти люди которые купили вот в этом base то есть они уже будут не такие по сути крутые а я вот там вижу у кого-то на балконе стиральные машинки стоят короче кто в лес кто под под рова и вроде бы как бы ну строилось как премиальное а в итоге оно используется как общага или там еще что-то типа этого круто вот там еще есть одно высокое здание может быть мы с вами тоже туда проберемся и раньше здесь был только вот хилтон и все выше хилтона по сути больше ничего не было и как бы это было самое такое красивое крутое место джакузи здесь какой-то пол есть специальная груша это кто занимается боксом маятай они могут вот с таким вот видом заниматься боксом представляете это конечно вот здесь в азии творят что-то невероятное наверное такого уровня даже где-то в америке или в европе нет насколько здесь все круто стало насколько они стали круто это все делать вот чтобы вы понимали вот это вот здание оно тоже когда-то такое же крутое было с бассейном вот на крыше и посмотрите вот сейчас вот в какой тени оно стоит вообще и как бы вообще ну просто ни о чем и со временем эти здания вот где мы сейчас с вами находимся тоже точно так же застроят и естественно за 20 лет будет что-то намного круче 100 этажей будет и 150 этажей будет так у нас здесь с вами лаундри поэтому соответственно и нет никакой стиральной машинки потому что какой смысл иметь стиральную машинку если вы можете прийти закинуть сюда 40 бат и по сути стираться а для меня это вообще не актуально потому что я как бы стираю свои вещи и потом когда уже мне они надоедают я их просто выкидываю иду покупаю новую за 100 бат себе футболку и все это вода вы можете здесь набрать воду здесь вы будете сушить вещи свои после стирки и вот они все инструкции в том числе и на английском языке и все идеально просто чисто просто какая-то идеальная частота как будто бы с полу кушать можно вот они щетки у них специальное средство есть и тайцы сидят и вот так вот убираются а вот это собственно вот квартиры которые я вам хотел показать здесь пять квартир или четыре а и вот они находятся на тридцатом этаже с видом туда на юг вот две уборщицы здесь и они постоянно что-то трут что-то вытирают что-то делаю чем-то занимаются фитнес чтобы попасть нужно опять же приложить и только после этого вы сможете зацарить и здесь работает кондиционер музыка здесь для тренировок сразу здесь руки можно обработать автоматически все на автомате все на автомате здесь вода можете принести свою бутылку либо взять стакан бумажный не пластика набрать воду просто невероятно у меня вообще никаких слов нет одни эмоции за 40 долларов на двоих вы получаете такое крутое гантель лайф фитнес это премиальная серия тренажеров это не какой-то не какая-то там ерунда и вы будете заниматься вот с таким вот видом вы придете сюда вечером здесь будет все сиять и вы будете с удовольствием по сути крутить педали очень круто здесь тоже самое беговые дорожки и вы можете вот это все можно жалюзи поднять шторы здесь можно подключить музыку подключить USB подключить все свои устройства вот это будет ваш пульс мерить это все новое новые тренажеры все это по-моему для бокса я точно не знаю по-моему это да бить и вот они любят этим заниматься а здесь написано что временно не работает одна посмотрите как круто и что самое интересное никого нет 30 этажей и я вам покажу вечером как выглядит это здание оно не полностью занято здесь мало людей живет вот видите вот это здание тоже когда-то в свое время построили оно было очень крутым может здесь 20 лет назад и вот посмотрите как оно сейчас у бога выглядит по сравнению с этим чтобы купить квартиру чтобы деньги окупились которые вы сюда вложите вам нужно будет минимум ждать 20 лет по текущим ценам я не знаю что завтра будет может завтра еще меньше здесь цены будут я как-то приехал сюда в Паттаю я просто был у меня был какой-то приятный шок в том что насколько здесь вообще мало все стоит насколько здесь мало стоит жить и почему здесь нет инфляции почему люди здесь такая стабильность у них почему у них цены не растут и так далее так мы с вами продолжаем знакомство здесь есть тоже правило на английском языке а до 22 часов оно только работает но все равно в любом случае какой смысл здесь три часа ночи заниматься можете до двух двадцати двух часов прийти поработать вот видите здесь это либо скорее всего это запах приятный делает то есть распространяют какие-то эфирные мысла все просто все сияет все блестит чистота идеальная я не знаю будет это у них или или нет когда-то потом в будущем как это все будет ну сейчас на данный момент вот женский туалет просто очень круто здесь что с 25 ноября по 26 ноября с 4 до часа будет закрыто временно везде вот эта штучка для рук и везде это можно почему я туда не захожу видимо туда чтобы зайти нужно зарегистрироваться а нет социальная лоунж тоже работает кондиционер причем вот пульт можете настроить можете сделать себе свет здесь ярче тише как захотите опять же правило то есть вы должны понимать как здесь находиться просто что-то вообще космическое я как будто бы куда-то прилетел на другую планету посмотрите друзья книги здесь ракетки играйте все все по-человечески все для людей вот там человек сидит работает на компьютере пожалуйста вот с таким вот видом там еще и джакузи есть это просто что-то невероятное можете вот так вот присесть я думаю даже вы можете сюда принести бутылочку вина там бокальчики аккуратненько это все выпить и вот так можно уединиться это как будто бы ваш ресторан собственный здесь принесли там ну нужно правило почитать внимательно но я думаю в принципе теоретически это возможно можно вот так вот видите вот в таком вот с таким видом уединиться сорок долларов и все это вам включено вы всем этим можете пользоваться хотите книгу можете взять почитать все что угодно да вот здесь вот люди сидят спокойненько работают бильярд бильярд есть бильярд удивительно опять же книги все просто идеально красиво все у них здесь ну да вот они правила нельзя нельзя шуметь обувь нельзя оставлять вообще можете поставить на паузу и почитать что здесь можно что нельзя и посмотрите виды какие то есть они вот эти два этажа самых высоких самых крутых взяли просто людям отдали чтобы люди могли здесь кайфовать то есть по сути неважно на каком вы хоть на втором хоть на третьем этаже живете хоть на десятом у вас всегда будет доступ вот в эти зоны первоклассные здесь этот бассейн с вот таким вот видом космическим причем друзья вообще по идее нелегально снимать а это я сейчас сюда вернулся я сейчас просто по лестнице получается сюда спустился я понял где я нахожусь вот туда уходит наверх и вот там вот бассейн то есть эти два этажа они вот так вот соединяются каскадами вы можете по лестнице спуститься сюда и вот здесь вот выйти то есть не только на лифте можно а еще можно плюс ко всему по лестнице спуститься и вот так вот попасть на этаж то есть вот эти вот как минимум два этажа я не знаю возможно даже еще видите везде есть эти штучки которыми вы можете пользоваться не хотите сидеть под кондиционером пожалуйста можете приоткрыть окно приоткрыть окно и вот здесь вот быть вот так вот присели сидите смотрите на на северную часть потаи если хотите вот кстати арбор арбор а мы там тоже жили там тоже понравилось ну вот так убого выглядит по сравнению с этим зданием я думаю да скорее всего это здание оно прям номер один и вот видите как раз вот про что я вам говорил вот это бейс там вот есть бассейн и вот есть бассейн у них на крыше там будет намного теплее а вот в этом бассейне там будет прохладно потому что он находится в тени я знаю что такое бассейн в тени в Таиланде плюс ко всему там еще между этими зданиями дует ветер сумасшедший и ну вот этот бейс он стоит меньше он стоит где-то в районе тысячи бат это еще меньше на где-то получается на пятьдесят процентов меньше и ну само по себе там вот во-первых стремно во-вторых я вам сейчас еще одну историю расскажу вот так вот туалеты выглядят здесь вы можете спрятать только как это закрывается я не знаю а ну вот здесь вот инструкция что ценные вещи нельзя оставлять и ключ нужно где-то взять потом его нужно вернуть посмотрите какие туалеты это уровень пятизвездочного отеля там еще в туалете есть сауна но там сейчас люди поэтому я вам возможно эту сауну чуть позже покажу но вы можете посмотреть на фотографиях еще есть сауна душевые кабинки и вообще все такое вот эти вот все здания низкие они когда-то тоже строились и когда-то это считалось капец как круто но сейчас когда построили вот эти вот 30 этажки здесь просто как бы смысл и вообще вот в этом хилтоне там селится сейчас за 200-300 долларов за ночь вы можете здесь квартиру снять в аренду где-то я думаю за 20-30 тысяч бат можно снять здесь квартиру в аренду на месяц вообще по идее так и нужно делать правильно по-хорошему я вам сейчас объясню почему друзья прикладываю карточку и на 29 на 25 на 26 она у меня уже не везет то есть она мне может отвезти либо на 30 либо на 31 либо на 11 12 и на 1 она меня может отвезти уши закладывает голова немного кружится то есть к этому нужно как-то привыкнуть потому что лифты просто невероятно быстрые и первый этаж я здесь еще не было это еще какой-то так вот значит sky lounge 30 этаж будет закрыта 30 а ну вот то что я вам показывал видимо кто-то именно на время вот этих вот фейерверков как раз 25 по 26 там будут фейерверки шоу фейерверков очень красиво и по всей видимости кто-то арендовал либо забронировал либо еще что-то сделал посмотрите какая идеальная чистота это выход в гараж я спустился чуть ниже лобби в принципе все открыто все открыто и сюда доставка осуществляется если вы закажете доставку доставщика сюда не пустят он приедет оставить здесь на стульчике на 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 этом столике и собственно потом вы придете и уже сами заберете смотрите друзья станция зарядки электромобиль очень круто но на 30 этажей и на каждом этаже поскольку там по 20 по 40 квартир этого мало конечно же только две станции европейский стандарт этого очень мало получается в таиланде европейский стандарт будет вот здесь вот информация можете проверить через приложение и биби зарядки конечно она будет быстро заряжать и в принципе пока нормально на первое время такси тоже приезжают сюда и здесь получается оставляют людей повсюду охранники ну они конечно работают стрёмно потому что я спокойненько сюда зашел у меня никто ничего не спросил не попросил и получается вот здесь вот люди паркуют машины и видимо к своим пропускам которые я вам показывал я тоже смог бы где-то здесь припарковаться если мне нужно было бы это очень важно на самом деле и я думаю вот на этот балкончик я тоже как-то могу подняться а вот кстати доставщик у него там телефон спрятан и сейчас мы с вами увидим как он оставит он там на столе посылку или что он там везет причем он подождал пока таксист уехал и ну его либо встретить либо он там сейчас оставит на столе и просто это круто ну невероятно круто вот камера сразу считывает что здесь вообще происходит в Азии это очень четко конечно все работает артируют мусор и специальные места для машин которые мусор будут вывозить здесь специальная парковка для мотоциклистов то есть если вы на мотоцикле гоняете вы будете здесь парковать даже разметка специальная для мотоциклов скоростной режим здесь еще одна парковка ну парковка для мотоциклов как не странно полная и очень много зелени вообще по правилам по хорошему 30 процентов территории застройщик всегда должен уделять и у нас в Алма-Ате в Казахстане должен уделять под озеленение отправлять и вообще по идее в любой стране мира хотя бы 30 процентов должно уходить под озеленение и видимо вот то что они понастроили понасадили вести эту зелень это считается у них что они типа озеленение сделали по всей видимости еще снизу сейчас подо мной там еще тоже есть или парковка или еще что-то такое здесь повсюду пожарные регистранты еще здесь а это парковка то есть туда можно подняться два метра высота всего лишь и здесь парковка она вот такая то есть этажи начинаются вот они грамотно сделали они не вниз пошли они сделали парковку именно еще выше и этажи начали жить люди начали жить где-то с третьего с четвертого этажа и получается таким образом самые нижние этажи этажи они как бы выше все равно вот это круто конечно и посмотрите какая чистота друзья вот это все покрашено краской какой-то и просто идеальная чистота ну здание конечно новое во-первых во-вторых идеально просто ровненько все проложена проводка все коммуникации все освещается здесь то есть лампы есть а вот эти лампы интересно подключены или нет видимо под штукатуркой проводка проходит и как широко то есть не узенько дорожка здесь такая а прям широкая то есть все с запасом сделано очень круто и вот здесь вот чуть чуть ниже потолки поэтому вы не можете сюда на высокой машине но мест очень много видимо потому что сейчас здесь еще пока люди не живут такие у них делают внедорожники из пикапов и конечно же будет доступ к лифту сразу то есть вы приехали сюда припарковали здесь свой автомобиль они не пронумерованные получается любой человек может парковать на любом месте это вот третий уровень и везде с карточкой если я захочу сейчас в здание зайти надо карточку приложить а если я захочу подняться на лифте нужно карточку приложить и это все через карточку так такая лестница есть для людей кто на лифте не хочет а ну вот и до четвертого уровня она идет собственно все просто как-то идеально продумано вентиляция здесь здесь это все тоже четко там охранник ходит круто здесь вот можете посмотреть как они делали аккуратненько это видимо канализация здесь 4 трубы наверное 200 или даже 300 миллиметров каждая и как здесь все аккуратненько как это все здесь ровненько сделано просто просто можно с каким-то удовольствием на это на все смотреть я думаю строители меня поймут кто занимается стройкой везде красные вот эти проходят это красные именно для пожаротушения здесь вывели блоки для кондиционеров а вот это вот пожарная лестница по сути по которой можно подняться на самый верх да на 30 этаж можно подняться по пожарной лестнице только единственное если она будет закрыта вы скорее всего не сможете ее открыть она то есть отсюда не открывается она только снутри открывается вот так вот и все я очень удивлен приятно как здесь насколько у них все четко насколько у них здесь все ровненько пол отшлифован все разметка не просто нарисовано а это приклеена специальная такая краска которая будет долговечно слушать вода здесь для чего то есть то есть ну мне просто слов нет и посмотрите как много мест я думаю это связано с тем что еще только новое здание только она заселилась и только построилась и люди только начинают что селиться с этой парковки вы можете так же прикладываете она открывается и вы попадаете в шахту лифт но короче говоря на площадку с этим здесь на каждой на каждом этаже есть информация где здесь что вот они лифты здесь парковочные места и так далее и еще что самое интересное что с двух сторон чтобы мог инвалид нажать и чтобы обычный человек мог нажать реклама здесь вот он информация что они здесь предлагают вот так он выглядит в первом этаже тоже информация как защитить себя от всяких клещей от всякой заразы потом еще плюсы видимо этого места и вот через приложение наверное они здесь оплачивают коммунальные платежи там какую-то информацию получают ну и вот собственно лобби вас встречают здесь тоже туалет везде повсюду есть туалеты на каждом этаже буквально и здесь вот такая вот есть почта то есть у каждой квартиры либо может быть кто по сути это арендовал есть почтовый ящик и через этот почтовый ящик можно там получать я думаю здесь не не такое количество почтовых ящиков сколько квартир я думаю чуть чуть меньше и скорее всего у этих а ящик к этим ящикам доступ есть только у людей у которых по сути здесь доступ наверное арендовать надо или еще как-то и здесь мусорные вот такой есть бак эти тоже ящики как-то по всей видимости арендуются здесь лобби такой ресепшен человек встречает и вот здесь вот информация написано что это на тайском языке вот здесь написано что вы получаете гарантируемую доходность в течение 20% в течение двух лет и звездочка то есть они что-то гарантируют но потом звездочка и вот здесь написано что никакого риска и 4 миллиона бат это больше 100 тысяч долларов ну по всей видимости такая же вот квартира которую я вам только что показывал лобби там какая-то лотерея здесь можно подождать такие диванчики повсюду везде всегда в лобби есть диванчики либо под кондиционером либо еще как-то а вот сюда чтобы зайти нужен либо qr-код либо карточку приложить либо просто подождать пока будет человек выходить оттуда и пройти вместе с ним потому что я подойду дверь не откроется нужно подходить туда прикладывать карточку вот сейчас выходит человек оттуда снаружи я могу спокойно зайти туда короче они там что-то пилят это юридический офис 24 часа в сутки камеры по-моему ну в общем вот в этом вот в этой системе безопасности никакой пользы нет потому что ее можно через короче говоря ждете человека и вместе с этим человеком заходите или выходите вот здесь вот вот так вот потолок они сделали и еще в азии считается что что возле входа и выхода должен обязательно быть поток воды который свободно падает и это привлекает деньги если вода вот так течет они любят это делать во первых это ну влажность это очень круто во вторых это привлекает деньги по определенным там поверьям и вот это они сделали вот так как будто бы пещера или еще что-то а вот он не сможет зайти и вот он либо карточку прикладывает либо просто ждет пока кто-то идет к нему навстречу и посмотрите сколько времени чтобы зайти или выйти 5 секунд у вас будет чтобы пройти и там еще плюс ко всему датчики есть все равно вы успеете поэтому вот эта вот система ну она такая иллюзорная флажки вот они сделали насколько здесь во первых чисто во вторых посмотрите какие люди всей жизни радостные нету вот этой вот серости нету вот этого какого-то я не знаю даже как сказать то есть здесь такое умиротворение чисто тихо спокойно и всегда вы сможете найти место где присесть попить чай попить кофе где просто зарядить телефон можно и небольшой дворик здесь и вот собственно вот там вот охрана и я прошел абсолютно спокойно через эту охрану там потому что открыто было вот там калитка справа от шлагбаума я просто спокойно прошел я думаю где шлагбаум там тоже можно пройти и они здесь просто настолько затасканные и они даже наверное внимание не будут обращать здесь вот тоже правило есть посетители которые которые приехали нужно оставлять удостоверение и вам дадут бейджик временный с которыми вы будете ходить и вот здесь вот доставка парковка для таксистов и вот еще один зеленый кусочек тоже пришла сейчас уборщица я не знаю что она здесь убирает вот это вот места все на этих местах можете прилечь отдохнуть все что угодно вон там вот алтарь есть можно помолиться а здесь по всей видимости тоже можно либо прилечь либо еще что-то сделать да скорее всего либо это какой-то батут для детей попрыгать просто вообще какая-то крутотень и вот обращаю ваше внимание видите у людей есть с балконами квартиры можно на балкон выйти правда я не понимаю зачем этот балкон нужен если вы поднимаетесь на 30 или на 31 этаж на крышу и получаете вообще все что угодно то есть человеку по сути нужна капсула только нужно место где он поспит где он сходит душ примет в уборную сходит и все остальное он может получить вот в таких вот местах несмотря на то что Паттайя это такой город по сути большой грязный и ну немного может быть пыльный вы можете сюда всегда прийти и вот здесь вот насладиться видите она ходит и смахивает листочки чтобы когда вы пришли сюда допустим захотите прилечь отдохнуть вот здесь на этих лежаночках чтобы вам листики не на одежду не попали удивительно место просто невероятно собственно это место называется Эдж Централ Паттайя и вот люди которые хотят сюда заехать здесь вот такая узкая дорога и может быть пробка когда люди заезжают допустим оттуда и образоваться может запросто пробка особенно в час пик здесь сразу тут же мы с вами попадаем на вторую центральную улицу то есть там дальше за этими зданиями уже пляж и да запросто здесь ну ни один человек никогда не посигналит никогда это будет скорее всего либо иностранец либо еще что-то тайец где-то вот в таких местах вообще будет стоять до вечера не посигналит а и вот вы можете обратить внимание мы сейчас с вами находимся ну в центре Паттайи ни одного сигнала не слышно вот я сейчас с вами пройду специально здесь они тоже гарантируют но это конечно же все фигня никто вам не может ничего гарантировать потому что везде все звездочки видите там снизу вообще 2 звездочки 4 звездочки то что они гарантируют это просто замануха вот это все снесут я не знаю когда и туда тоже будут там что-то строить возможно уже даже вот это уже скорее всего рекламируют что они будут строить вот ни одного сигнала вот здесь провода половина из этих проводов они не действующие они просто оборваны здесь висят еще что-то потому что здесь в Таиланде никто ничего ни у кого не ворует никогда и даже то что они стоят там денег эти провода алюминиевые никто их никто никогда не возьмет не заберет и вот они висят здесь вечно может быть даже уже сто лет они здесь висят и висят себе и как бы их не убирают себе висят и вот этот вот ящик тоже здесь он когда-то выполнял функцию какую-то потом в него врезались и провода откусили и он висит теперь дальше следующий буквально вот сто метров бейс центральная Паттайя сейчас я пройду охрану в общем друзья вчера я тоже так же как и сегодня здесь вот в этом здании через а году забронировал себе квартиру тоже так же на две ночи и получается я вчера в обед сюда пришел вот в этот бейс и тоже в обед пришел вовремя все пришел а у меня когда я забронировал в ваучере там не было никаких инструкций по заселению не было никакой информации где взять ключ для того чтобы попасть в квартиру вообще никакой информации в общем я в агоде начал писать хозяину начал на имейл ему писать он не отвечает еще заранее начал он писать вот и я потом пишу в а году говорю вот мне не отвечает хозяин как мне заселиться и уже пришел сюда с вещами все хорошо что у меня только рюкзак хорошо что я путешествую только с одним рюкзаком и мне как бы это легко просто дается все представьте люди бы приехали бы на такси сюда с аэропорта с чемоданами и в общем хозяин не отвечает хозяин не отвечает не отвечает потом через а году мы как-то нашли там его номер телефона я ему звоню он на номер телефона не отвечает я уже говорю в а году ну что это за ерунда давайте наверное будем отменять а у меня было то есть ну невозможно отменить я говорю я заселиться не могу нужно отменить они говорят хорошо мы ему сейчас напишем если он через 30 минут не ответит мы отменим а я в это самое время ему тоже звоню хозяину и говорю ну пытаюсь дозвониться а я в то же самое время в это пытаюсь еще звонить хозяину и в общем я до нее дозвонился в какой-то момент и она сонным голосом таким мне отвечает я говорю у меня здесь есть букинг на сегодня на завтра на две ночи она говорит и как ваше имя я говорю ну сказал имя все она говорит нет этого букинга я говорю как нет давайте я вам на ватсап она говорит нет ватсапа нет букинга и все и бросила трубку то есть чтобы вы понимали когда вы приезжаете вот в такие вот квартиры тайцы могут вас просто не заселить тайцы вообще такой народ то есть они хотят работать как бы они работают не хотят работать не работают может быть она подумала что две ночи для нее слишком мало видите вот какая здесь уже общага как это все в общагу превращаются то есть со временем допустим там кто-то будет жарить рыбу или там кишки какой-нибудь курицы и это все будет по комплексу это все будет запах этот расходиться и в общем а года отменила бронирование но деньги за это бронирование они сказали они перечислят только в течение 30 дней а вот теперь представьте ситуацию человек накопил там деньги где-то на бронирование или взял деньги где-то в кредит забронировал то есть эту квартиру и в какой-то момент он сюда приезжает а ему говорят нет вашего бронирования да года как бы все вернет деньги все сделает возврат но какой смысл если вы эти деньги только через 30 дней можете получить вам нужно здесь и сейчас отдыхать и еще плюс ко всему когда вы бронируете уже приезжаете сюда и бронируете уже здесь по ходу на месте цены как правило выше видите здесь тоже есть везде сидушки но на улице они такие вот из бетона сделаны а внутри в принципе тоже есть и в принципе мягко все да но не работают кондиционеры потому что двери открыты и вот такие вот правила можете остановиться остановить на паузу поставить и почитать здесь гораздо больше места ну как-то душновато и чувствуется сразу что уровень ну он чуть пониже но как бы и стоимость тоже ниже я забронировал по 1000 бат была цена вот а теперь смотрите что я вам покажу самое интересное вот тоже юридический офис юристик и вот здесь информация и вот можете правила почитать и вот посмотрите вот можете на паузу на паузу можете нажать и почитать вот то что здесь написано что я вам сейчас переведу и вот здесь еще тоже здесь написано что сейчас я вам покажу здесь тоже почта вот такая вот это все где стоят шифры это все квартиры сдаются вариантом где вот такая вот штучка прикреплена это все сто процентов сдается через букинг либо через rnb подходит человек вводит пароль который ему дал хозяин и берет там ключ и заселяется вот больше половины это сдается все посуточно больше половины где есть эти пароли это все а вот теперь представьте во первых человек купил себе здесь квартиру просто жить с семьей и половина здания сдается в аренду то есть я вчера пришел вот здесь вот так вот люди с чемоданами в лобби с сигаретами с сумками с узлами и каждый день эти люди меняются как в отеле то есть здесь сотни квартир остается в аренду но нет рецепшен и они бегают потерянные на разных языках разговаривают они не берегут это имущество то есть здесь просто беспредел творится сейчас уже просто 3 часа а заселение до ну в 2 часа начинается и получается здесь было просто вчера голдеж кипеж и плюс ко всему хозяин мне еще говорит а я ваше бронирование у меня нет вашего бронирования ну и что вы сделаете естественно вы ничего не сможете сделать вот здесь тоже мейлбокс ящички для почты и везде где висят вот эти вот штуки с паролями это все все сдается в аренду еще помимо этого естественно тоже сдается вот это я говорю о посуточной аренде вот так они сделали но видно что намного ниже уровень чем вот в этом edge где я сейчас живу здесь есть туалеты конечно чисто все здесь унитаз конечно все чисто все культурно потому что новое еще пока но со временем это конечно же люди которые снимают в аренду это все ушатают это женские и здесь есть лаундри еще до 10 часов она работает вы можете привезти сюда свои вещи а здесь их постирать собственно здесь намного больше и также можно воду набрать сушилки сушилки вайфай здесь можно что-то оставлять это пол чистят а и в общем что там было друзья написано там было написано что до 30 дней сдавать в аренду недвижимость в Таиланде запрещено законом то есть вы можете сдавать если у вас допустим квартира здесь есть если вы ее купили когда-то вы ее можете эту квартиру сдавать только от 30 дней больше если вы сдаете меньше 30 дней там штраф во-первых за каждый день то что вы сдаете в аренду 10 тысяч бат и срок там вплоть до лишения свободы на 1 год и вот теперь представьте ситуацию турист приходит снимает здесь себе квартиру в аренду условно на 2 недели полиция об этом узнает приходит допустим его арестовывает или штрафует естественно человека который снимал эту квартиру ну по сути нелегально потому что это незаконно потому что вот это все сейчас здесь творится видите сколько чемоданов вот эти люди которые приехали сюда это скорее всего люди приехали сюда незаконно то есть они поживут здесь 3-4 дня в неделю они не могут это не отель здесь нет ресепшн здесь нет профессионального клининга это по сути правильно и то есть их могут просто выгнать понимаете и люди приехали где-то взяли там деньги на отдых и их могут просто выгнать выселить ну конечно там вот намного уровень они в целом выше и повсюду везде написано что запрещено запрещена дневная аренда посуточная и как бы люди все равно приезжают конечно же они об этом не знают вот вам когда рекламируют да это круто представьте вот у вас будет вот такой клюшкин рядом с вами жить воничьи тряпки вот так на балконе сушить вы не сможете ни балкон открыть ничего сделать и здесь просто человек вот здесь вот над нами бассейны это конечно очень круто потому что потому что сделать вот так вот бассейны на крыше это просто невероятно что то еще оно вот в воздухе вот так висит там сотни тысяч тонн воды и воды сотни тонн воды и это все вот так вот на воздухе висит просто на грани я не знаю чего вот эти вот колонны по сути только держат этот бассейн и все я не знаю как себя вообще эта вся конструкция поведет если здесь какое-то землетрясение возможно здесь нет землетрясения но все равно вот так вот вода видимо они как-то это рассчитали ну и в общем что я вам хочу с друзья сказать я вчера сюда приехал только потому что я вам хотел этот комплекс показать потому что все про него говорят здесь типа самое лучшее место в Паттайе шабад всего лишь стоит сутки и я вам просто хотел показать что как это ну в общем в целом выглядит здесь написано закрывайте дверь а ну это парковка и из этой парковки тоже куда-то можно попасть здесь прям вот в пыли машины некоторые давно уже долго стоят а то машина здесь прям несколько месяцев стоит но здесь уже парковочных мест не так много и но все равно с парковка очень легко в Таиланде потому что на машинах мало кто ездит в основном все на мопедах гоняют это тоже машина здесь уже прям вся слоем пыли покрылась это тоже и собственно я спокойно сюда зашел зачем там охранники я вообще честно говоря не знаю что они там делают какую функцию выполняют и я не знаю вот это вот вся процедура вообще якобы инвестиции в недвижимость в Таиланде что вам там риэлторы говорят что они вам там обещают я всегда говорил что нет в этом никакого смысла и все мы знаем как могут запретить въезд допустим в Европу или там в тот же самый Таиланд или там в Эмираты или еще куда-то никто не знает как завтра допустим они захотят ограничат сюда въезд и что будет с этими со всеми квартирами потом в Турции сейчас новый закон тоже похож на этот если вы допустим вот в таком вот комплексе большом где-то имеете квартиру и хотите ее сдавать посуточно вы должны всех вот сколько здесь людей живет всех обойти и у всех согласия попросить на то что вы будете сдавать в аренду если у вас будет такое согласие только в этом случае вы можете сдавать в аренду в Турции возможно здесь тоже так же как-то но я считаю что это неправильно потому что нет ресепшен здание просто невероятных размеров очень большое и не должно быть это так здесь либо должен быть отель какой-то и сейчас они строят да действительно новые здания там допустим Хилтон или Виндом занимается управлением и да это по сути круто когда есть допустим отель и вы якобы комнату в отеле купили и управляющие профессионально они следят за тем чтобы там не разнесли эту квартиру вам или еще каких-нибудь делов не натворили потому что по сути когда вы сюда селитесь вы не проходите регистрацию то есть иммиграционные службы они не знают что именно вы здесь поселились потому что хозяин не берет у вас паспорт даже фотографию не просит паспорта и вы просто спокойно здесь селитесь по сути государство не знает кто живет в этой квартире может быть там по сути преступник какой-нибудь живет или там еще кто-то живет и вот это вот все туристы прям видно сразу что они идут вот с рюкзачками идут с короче говоря только вот и тут селиться девочки а вот этот дедушка тоже здесь живет и может быть конечно может быть есть смысл снять квартиру где-то за 20 за 30 тысяч бат здесь на месяц может быть или там даже за 15 но не знаю по мне так проще в отеле за 700 за 800 бат жить понравилось вам вы живете не понравилось вы уехали в другое место и все видите как здесь охрана работает захотел человек прошел захотел человек вышел но опять же чтобы сейчас там проехать на лифте у вас попросят то есть лифт попросит карточку на трех языках написано что нет суточной аренды и написано что это нелегально пожалуйста везде повсюду и точно так же возле этого офиса где я вам сейчас показывал на английском там тоже самое написано то есть представьте себе ситуацию что вы приехали сняли допустим здесь квартиру в аренду на неделю или на две недели заплатили деньги приехали уставшие с чемоданами и с аэропорта вам нужно заселиться вам нужно душ принять а вы вот здесь вот оказываетесь вот здесь вот вот в таком месте где все на непонятном для вас языке где жарко, где душно, где еда еда, к которой может быть вы не привыкли или которую вы брезгаете кушать и вам хозяин говорит а я ваше бронирование у меня нет вашего бронирования и все или не отвечает что тоже может быть абсолютно нормально если вы едете куда-то на отдых всегда хотя бы на первое время бронируйте себе отели чтобы там был ресепшн и чтобы этот ресепшн работал 24 часа в сутки желательно кстати вот эти штучки за 10 бат вас могут через всю Паттайю провести и даже до Джин Тиена можно доехать вот массажные салоны и это видео тоже касается тех людей которые якобы инвестируют в недвижимость в Таиланде или где-то в Турции для того чтобы сдавать их в аренду или для себя покупаете ну и вы не сможете купить вот допустим вот в этом доме который второй раз я вам показывал и жить там спокойно потому что будет проходной двор потому что будет постоянный поток людей и постоянно люди будут ходить с чемоданами посуточная будет аренда шум, гам и так далее сейчас в Бангкоке начали новые дома строить тоже наподобие этого но там хозяин подходит и его встречает такая камера и он только может по своему лицу грубо говоря по Face ID зайти в здание каждый раз если он хочет зайти там камеры которые очень быстро работают они фотографируют изначально человека и то есть он по этому лицу заходит в здание то есть не сможет грубо говоря любой желающий зайти потому что его нет в базе чтобы туда зайти каждый раз нужно добавлять в базу а чтобы в базу попасть естественно вы должны либо на месяц снять квартиру в аренду хотя бы либо быть владельцем этой квартиры то есть посуточных скоро вот этого не будет всего балагана и соответственно бизнеса то есть не будет будут просто люди которые на профессиональном уровне занимаются управлением и это будет все работать четко поэтому друзья перед тем как вкладывать деньги в недвижимость где-то вот так в Таиланде очень хорошо подумайте стоит оно того или нет ну и вот собственно Централ Фестиваль это одно из самых таких центральных мест в Таиланде там сейчас построили еще терминал 21 ну в основном все вот здесь собираются здесь все бренды собраны там и еда есть и кинотеатры это торгово-развлекательный комплекс такой большой и от него начинается набережная ну более-менее которая сейчас сделана потому что там потому что за спиной у меня там индийский квартал Волкин стрит там вообще нечего делать в ту сторону вообще даже не думайте никогда селиться там душно грязно и беспредельно то есть все что вы видите вот этот типиш он вечером еще увеличивается намного сильнее и по сути ну не комфортно просто жить особенно если вы приезжаете первое время сейчас друзья я опять вернулся и просто абсолютно спокойно прошел а охрана вот здесь вот видите калитка не очень работает калитка открыта была и вот мне сейчас идут навстречу люди по сути я как бы могу вместе с ними зайти но единственно на этом как бы все закончится потому что там лифт и лифт без карточки не поднимет то есть по сути то же самое человек пришел сейчас он будет искать ключ и будет заселяться по сути то же самое все прикладываете карточку и открывается можно еще с паролем зайти очень круто здесь еще тапочки я нашел двери конечно же здесь ни о чем просто картонные какие-то зато вот там есть система вот такая интересная она держит вот так магнитиком дверь вот этот замок скорее всего скорее всего а эти замки у всех такие да и получается это уже застройщик сдает квартиру с карточными то есть здесь есть аварийный чтобы открыть но в основном все карточки открываются окна где-то на полтора метра примерно ну и все вот здание вот таким вот образом выглядит можно небольшой сквознячок устроить друзья только что проверил скорость интернет 500 мегабит на получение и 160 мегабит это передача еще вот хотел отметить у них очень аккуратно и грамотно сделаны вот такие вот шкафы бывают без занавесок просто открытая часть без без этого и как бы просто верхняя одежда там или какие-то майки висят очень удобно потому что вы всегда видите что у вас есть вам не нужно эти двери открывать или еще что-то обычная простая занавеска или вообще ничего нет и грамотно все сделано и еще вот такая вот ниша для обуви то есть шкаф и шкаф он как бы висит то есть вы можете свою обувь задвинуть и соответственно тоже пол можно помыть грамотное решение на мой взгляд все я иду купаться вот это тоже на мой взгляд очень грамотное решение в лифтах нет никаких никакие бумажки ничего не клеят просто висит планшет большой и он показывает рекламу и можно абсолютно любую рекламу любую информацию людям сообщать вот здесь вот тоже за неправильную парковку а без стикера в общем много нюансов нужно все изучать я еще чуть позже узнаю сколько стоит аренда по месячному возможно даже поселюсь здесь вот тоже прямо возле бассейна такие лежаночки интересные можно уединиться и друг другу не мешать а вот там инфинити прям бассейн можно прям выйти и в воздухе он будет висеть по сути вот этот бассейн это что-то невероятное я наверное такого в жизни даже и не встречал никогда да он в воздухе висит друзья для меня конечно же загадка как они строят такие здания такие здания высокие и вообще как они это все делают но вот вопрос только времени когда вот эти вот места вот здесь есть кстати недостроенные здания это вот я обращаю внимание на тех людей которые любят прям вот на моменте даже котлована нет покупать и и просто вопрос времени когда вот это все начнет тоже так же застраиваться здесь и будет еще выше здания поверьте мне еще выше и еще круче будет и каждый застройщик он будет стараться выделиться чтобы опять покупали опять пристимулировать спрос и вот там прямо кола на островке мы с вами были где-то колонка в кустах и она играет музычку я просто вот не перестаю удивляться здесь стекла наверное 2 или где-то сантиметра как минимум шириной и вот такие вот виды собственно вот это вот здание я тоже туда попробую как-нибудь попасть по-моему она называется и вон то еще тоже высокая а потом буду уже выбирать где мне лучше жить самое идеальное место которое будет там и поселюсь а вот это бейтс вот где мы с вами были тоже сегодня куда меня не заселили ну может быть даже и хорошо что меня там не поселили потому что на самом деле а года очень сильно извинялось и они мне там кучу накидали на 10 или на 20 долларов всяких разных купонов поэтому по сути я сегодня ночью бесплатно ночевал из-за того что со мной такая ситуация произошла и скорее всего заблокируют конечно же этого хозяина но это не точно вот он вот этот бассейн который я вам только что показывал он висит в воздухе я не знаю сколько он 50 тонн весит или 20 или 30 он просто вот так вот на колонне висит пожалуй если брать расположение если брать стоимость аренды и вообще все в комплексе на сегодняшний момент это наверное будет идеальное место но если мы берем центральную часть Паттайи если вы хотите в центральной части жить если вы хотите там по набережной гулять то наверное это одно из самых идеальных самых лучших мест здесь в Паттайе я конечно буду еще изучать этот вопрос но пока мне здесь очень нравится и вот видите кусок поля кусок земли я думаю конечно же здесь построят многоэтажку просто это вопрос времени когда это произойдет друзья смотрите вот этот вот вот эти квартиры которые чуть ниже находятся вот здесь вот короче говоря 30 или 29 это же у них ванна находится прямо возле окон и получается они ванну принимают вот с таким вот видом я вообще не перестаю удивляться этому зданию я видел эти квартиры в объявлениях но вот так вот воочию чтобы вживую вот эти вот два этажа под нами они прям самые такие крутые в этом здании и вот с таким видом здесь еще и закат будет первоклассный пока в этой части это самое высокое здание в центральной части есть еще вот здесь вот здание ну я бы наверное не хотел там жить потому что это далеко далеко от набережной далеко от моря и соответственно там цена наверное меньше будет мне пока здесь нравится больше всего у нас здесь наступает время заката и конечно же очень красивый здесь закат но интересно то что вода да достаточно прохладное бусинь я думаю связано это с тем что здесь ветер сильный дует наверху и собственно прохладно вот единственное вот здесь вот жакуси только подогревается ну закат очень красивый я думаю восход будет еще круче потому что будет все подсвечиваться вот эта вот часть все и на закате наоборот туда на север будет красивее постараюсь каждый день в разных местах высоких вам собирать подборку закатов чтобы вы могли насладиться ну вот сейчас свет сюда светит поэтому здесь более красиво а вот в эту часть южную лучше приходить любоваться рано утром когда солнышко только просыпается если проснусь завтра приду обязательно туалет идеальная чистота просто идеальная они здесь каждую секунду наверное протирают каждую минуту и две душевых вот с таким вот видом роскошно здесь можно просто стоять в душе часами наверное наслаждаться видом особенно когда закат это вообще очарование прям и собственно две душевых потом есть сауна армика вот здесь вот правило и можно настроить температуру включить выключить лампочку и здесь хамам пожалуйста так хамам выглядит круто что я могу сказать конечно друзья закат здесь тоже очень красивый но прохладная вода все супер только вода немного прохладная а получается вот в этом бейс они нас видят постоянно наше здание то есть мы получается им перекрываем весь обзор и у них вот эти все здания они по-моему между собой не сообщаются то есть если я не ошибаюсь вот в этот бассейн только некоторые люди могут прийти хотя наверное может быть да он сообщается то есть там на лифтах наверное можно подняться но в любом случае вид весь перекрывается этим зданием а здесь вот так вот все сделано сконструировано чтобы полностью все было весь обзор вид был открыт ну по крайней мере пока пока будет это здание рулить с 8 вечера 24 ноября и вот это с Сингапура начнут потом Сербия будет в 9 часов Китай и Филиппины 24 числа и 25 Китай Сингапур Сербия Филиппины и Малайзия 2 дня подряд вот здесь они будут по 2 часа грохотать короче говоря в Паттайе вот уже почти построили трибуну здесь сцену вот такую вот буквально за вот второй вечер они уже достраивают они днем это ничего не делают а по вечерам они прям это все активно здесь строят уже потихонечку начали запускать фейерверки вот с северной стороны и собственно прям так активно еще 2 дня до начала они уже прям начали хлопать но я могу себе представить что здесь будет 24 25 прям видно так что насколько звук медленнее света и сначала вот эта вспышка и потом только приходит сюда звук с опозданием с большим 11 12 12 а и 14 этаж 13 нет этажа а здесь написали 13 людей вмещается и все закрыто сколько сейчас где-то 11 наверное и уже не работает бассейн тридцатый этаж тоже все закрыто фитнес закрыт вот эта комната где можно поработать закрыто только можно посидеть вот на столиках на стульчиках которые смаруши ну и собственно вот с таким вот видом из окна роскошным просто первоклассным еще были бы у них почище стекла вообще было бы круто и вот посмотрите вот этот бейс где мы с вами гуляли даже там в нем заполнен он наверное процентов на 50 а вот это здание где мы сейчас с вами находимся оно заполнено процентов на 20 на 30 только со стороны вот так если смотреть ну и вот собственно вот эта дорога которая ведет на север а это пляжная улица по которой я люблю гулять прачечная работает ну вот здесь есть стол стулья в принципе можно присесть здесь только прачечная здесь работает ну и собственно вот выход к вот этим вот квартирам которые выше всех находятся вот видите люди бывают какие-нибудь культурные постирали здесь все побросали пиво свое побросали вещи побросали и все похоже на то что это с них то есть если начнет вода здесь окажется по какой-то причине то ну как бы все уйдет в слив и еще я одну вещь обнаружил один минус в этом комплексе то есть здесь по ночам из-за того что много баров из-за того что много баров а то мне сейчас окно приоткрыто я открою вот так здесь может быть шумно вечером и ночью ну наверное где-то до 12 до часу вот так они будут шуметь галдеть и в принципе даже если закрыть все равно не помогает вот я сейчас закрыл звукоизоляция так себе здесь здесь что по сути вообще даже разницы стеклопакеты оставляют желать лучшего пусть я конечно что-то неправильно делаю ну короче говоря шумно здесь друзья такой комплекс классный и вот этот вот шум он может конечно отпугивать мучаться вот где-то 11-12 ближе 12 уже время и вот так шумно здесь я час ночи и можете сами обратить внимание что здесь творится очень шумное место я по-моему еще в таких шумных местах в Паттайе ни разу не спал прям невероятно особенно вот этот вот это типа такого какого-то базара или вокзала или что вообще я не знаю и вот час ночи и фигачит до сих пор музыка поэтому если захотите здесь поспать я даже не знаю как вы это будете делать причем это 11 этаж я не думаю что там где-то на 20 этаже будет тише музыка играть и я вот закрываю по сути ничего не меняется оказывается это бассейн здесь работает до 10 часов вечера как минимум потому что сейчас полдесятого ну и собственно здесь все открыто и купаться можно и выходить смотреть можно и фейерверки которые завтра начнут запускать и просто город смотреть вообще все что угодно можно делать но даже с 30 этажа послушайте как орет музыка из баров я даже не знаю из каких это баров музыка орет и как они там находятся потому что даже здесь неприятно слушать вот это что они там воспроизводят причем причем самое интересное что эти бары у них все пустые и там музыка вот так орет как сумасшедшая а внутри по сути никого нет здесь друзья конечно можно прям такой романтик устроить сумасшедший вечером такой садочек лесочек и здесь же водичка и бассейн здесь рядом и Паттайя там написано если вдруг забудете где вы находитесь и можно купаться то есть вот ночью можно по сути купаться на завтра здесь есть номера вернее квартиры есть по 30000 бат есть по 3000 бат я не знаю как здесь вообще цена образования у них получается не знаю тоже оставаться или нет потому что я здесь плачу всего лишь 1600 и за один день платить в два раза больше только чтобы фейерверки посмотреть но не знаю может быть останусь на один день еще вот это слева джакузи оно подогревается тепло и я плачу получается всего лишь 1600 бат сейчас в данный момент и на завтра в два раза больше только из-за того что фейерверки будут и только из-за того что все отели забиты и на самом деле очень много туристов приехал и собственно конечно же отели этим пользуются это как цветочные магазины на 8 марта весь год там продают розочки допустим по доллару а на 8 марта по 50 долларов условно говоря ну вот где-то за хилтоном а друзья здесь у меня такое ощущение что может быть даже хилтон будет загораживать и именно вот с хилтоновского бара будет лучше вид на фейерверки чем отсюда ну вот с этого бейса точно наверное ничего не посмотришь а арбор тоже далеко возможно вот с этого самморст там тоже 200 долларов стоит на завтра и конечно же с хилтона будет хороший вид это отсюда на сегодняшний момент это наверное одно из самых удачно расположенных зданий здесь но там вообще космос цены 300-500 долларов для Паттайи конечно же нет никакого смысла туда только наверное американцы приезжают потому что они боятся просто в другие отели и боятся вообще оттуда выходить приезжают их туда привозят и все они потом уезжают вообще по идее конечно же сюда при желании можно и подняться и просто так посмотреть но конечно не хотелось бы заниматься такой ерундой здесь тоже все работает вот этот теннис библиотека спортзалы я думаю примерно где-то до 11 они работают или до 10 потому что вчера после 11 я пришел пол 12 уже все закрыто было свет был выключен и соответственно никого вообще здесь не было только можно было сидеть вот на этих стульчиках которые снаружи и в прачечную можно было ну представьте вот вы занимаетесь спортом на беговой дорожке вот с таким вот видом туда на южную Паттайю что может быть круче вообще а и вот по 100 долларов вот эти квартиры которые сдают комнаты они находятся где-то вот на высоких уровнях потому что там ванна на фотографиях Тесла приехала заряжается а вот курьер привез оставил посылки кому-то и никто не прикоснется никогда не возьмет они знают что это чужое и нельзя брать и вот собственно заряжают электромобили а у нас хотят запретить зарядку в паркингах торгово-развлекательных в подвалах потому что ну еще не известно как это все будет работать и как это все будет отражаться как это там какая должна быть технология установки этих зарядок и в общем праворольные конечно же Тесла и в основном из электромобилей это Тесла здесь с европейскими разъемами QR-код и там будет брошюра об этом месте собственно информация пришел сейчас вот в этот отель Саммерсет и собственно здесь овербукинг у них все полностью занято но вы можете заплатить 1000 бат и подняться посмотреть на шоу фейерверков за один день 1000 бат уже весьма приличный отельчик ну 5 звезд по всей видимости и конечно же все занято я не знаю сколько здесь этажей видимо живут здесь люди еще квартиры но как может быть все занято по букингу еще проверить здесь можно рыбок зато кормить в десять утра и в пять вечера здесь друзья тоже около 30 этажей и видно что он только частично занят как у них может овербукинг быть я не знаю вот так он называется Саммерсет этот отель он находится прямо напротив центров фестиваля конечно у него расположение идеальное здесь вот таких базаров вокзалов ничего нет ничего не шумит не галдит но нужно смотреть сколько он стоит я думаю не меньше 100 долларов может быть даже больше вот так собственно выглядят вот эти бары в которых музыка орет как сумасшедшая и что самое интересное вот здесь 10 баров или я даже не знаю сколько и в каждом баре своя музыка кто громче а вот этот вообще бар полупустой там живая музыка ограничена в том что я уже не знаю не знаю